Всем здравия, дорогие мои подписчики! Сегодня я нахожусь в поселке Возрождение и планирую пройтись по вот этой тропе. Это река Жане и тропа идет по долине этой реки. Я планировал посетить вот эти дольмены и разведать там, что как, посмотреть, как они построены, как расположены и тому подобное. Смотрите, вот здесь в начале находится пост. Поскольку сейчас проходит там фестиваль в этих местах, там проход платный и я нашел, как на эту тропу выйти. Вот она остановка. Нужно вот так пройти к этой остановке, за ней пройти еще чуть-чуть и здесь есть тропинка через лес. И тропинка вот так ведет, ведет и выходит на эту тропу. Потом нужно пойти по ней вот так вверх, вверх, вверх. Пройдется направить 200 метров, дойти до отсюда. Далее в видео будет показаны кадры, как я тут шел, спуститься сюда и далее уже идти по самой тропе. Этого дольмена нету, он разрушен. Этого дольмена тоже нету, он тоже разрушен. Его вообще нет, там пусто. Тут тоже, по-моему, пусто. Сюда, когда я подошел, кстати, там стояли люди. Причем парень с девушкой, причем девушка вообще не знала, что там находился дольмен. Ну, якобы находился, не знаю. Говорят, говорят, что этот дольмен, он в земле. Так, и вот этого... А, стоп, стоп, стоп. До этого дольмена я, по-моему, вообще не дошел, не помню уже. Вот этого дольмена нету. И вот этого нету дольмена. Ну, вот этот дольмен был, находился в земле, якобы. А этого дольмена вообще нету. Далее максимум, до куда я доходил здесь, это вот до отсюда. Есть кадры на другом канале видео, как я шел на Папай. Вот я доходил сюда, и потом здесь есть мостик. Здесь переходишь и уходишь в сторону горы Папай. Вот казачье проходишь. Вот так я шел. Вот это урочище голубая гостиная. Здесь как-то я пошел через горы. Вот так, по-моему. А, дошел я до отсюда, по-моему. Да, да, вот отсюда. И потом пошел вот так. Телефон у меня глючит. Глючит с сенсором проблемы. И вот он иногда вот так выдает всякую фигню. А, по-моему, дошел отсюда. И потом пошел вот так и вышел. Какая тут, не знаю, западная чи восточная вершина. Вот так прошел сюда. А, вот это западная вершина. Вот восточная. Дошел сюда. И вот отсюда я начал уже спускаться вот так вниз. Здесь, кстати, очень крутой спуск. Это было что-то, когда я спускался, думал, что это может быть последний раз. Ну, я не альпинист. Как бы я в каких-то горах таких высоких не был. И на тот момент это вообще второй раз я шел на вершину. Первый раз это был Тхап, а вот это второй раз Папай. Сейчас мои высоты немного пополнились. Я был в Крыму на горе Романкош. Это 1550, грубо говоря, метров. Но такого спуска я не видел нигде. Когда отсюда, вот сюда лезешь, если идти... Убинское, по-моему, какое тут село... Ой, блин, не помню, короче, какое-то тут село рядом. До него можно с Краснодара доехать на автобусе и вот как-то вот так отсюда идти. Причем это недалеко. Так как я шел с возрождения, это вообще... Я за день не дошел. Я только на второй день зашел на Папай. Так, значит, на чем остановились? Ну да, вот здесь вот очень крутой спуск. Просто смотришь там, какая-то пропасть. Еще ветер дул, и с рюкзаком спускаться туда, это вообще жесть. Так, где мы находимся? А вот он, этот хаб. Река Жанэ. Так, я на самом деле не ходил этим маршрутом. Вот этим никогда не ходил. Я был весной, и весной я прошел и никому не платил. Здесь вот прошел, вот этот пост там никого не было. Нет, и весной я вообще шел. Меня что-то дернуло вот так идти. Так вот по реке шел, и потом вот так вот, вот сюда взял, вышел. Ну, у меня вечно бывают какие-то такие, короче, сокращения, блин. Грибов здесь насобирал, груздей, зонтиков. Классно вообще вот пройтись вот здесь на самом-то деле. Если я здесь уже ходил, здесь вот находятся всякие домики, всякие, как их там назвать, домики, в которых живут, в которых всякие ларечки, в которых продают всякую фигню, ну, всякие сувениры, все такое. Всякие, всякие такие строения, в которых оказываются какие-либо услуги. Проводятся всякие процедуры, вот, и все такое. Ну, если кто не знает, здесь вот этот, проходят всякие мероприятия, фестивали, где всякие такие люди приезжают, древние славяне там кто и прочие. Кришнаиты, ну, и прочие всякие. Такие люди немного необычные. Вот они тут собираются. Вот так вот вкратце я тут все объяснил. Все прошло удачно, я прошел по этой тропе, посетил все эти дольмены. Кстати, вот тут эти дольмены, это самое первое, это составные дольмены. А вот эти уже плиточные. И, кстати, вот эти дольмены, у них есть одна странность. В чем она заключается, значит, эта странность? Заключается она в том, что это два разрушенные дольмена. Не, один тут типа целый. Тут их на самом деле три, если я не ошибаюсь. Тут типа три. Вот один разрушенный, вот этот. Второй типа целый. Но у него, его вот эта плита с отверстием, она смотрит сюда. Но на самом деле она должна смотреть сюда. И сам дольмен, его конструкция, она то есть получается, у него задняя часть, она такая ниже, чем передняя часть. То есть у него крышка как бы идет такой наверх, скос идет у него вниз. в задней части. А здесь эта плита с отверстием, она находится в этой задней части. Ее там как бы не должно быть. Мне кажется, здесь поменяли плиты. Потому что все дольмены смотрят на реку. Вот так вот они все смотрят. Вот так этим отверстием, своим глазом, так скажем, они смотрят сюда. И здесь большой дольмен разрушенный. Тоже интересная вещь, что у него задняя плита находится вот здесь. Она ближе к реке. И она с ложным отверстием. Ну, с такой, типа, пробкой, выдолбленной на камни. А передняя плита здесь находится. Но тут нет никаких источников воды, кроме вот так, у ручья, который вот здесь протекает. возможно, возможно, что действительно эти дольмены смотрят сюда. Смотрели. Но вот этот дольмен, где поменят плиты, передняя и задняя, там они, мне кажется, точно поменят, потому что я никогда такого не видел. Да и вообще, как бы, вот эта плита передняя, она сам камень, он таким решайником покрыт, имеет такую рябую окраску. А эта плита, она такого песочного цвета, передняя. И точно кажется, что она не оттуда. Вот такие вот интересные странности есть здесь. Также здесь много курганов. Вот курганов много. что тоже редкость. Вообще, вот эти места, вот эта долина река Жане очень интересная. Тут, кстати, есть водопады, на которых я тоже не был. Если не сворачивать сюда, можно как раз на эти водопады и попасть. Ну и выйти, наверное, туда дальше к столу. Вот их много водопадов в ручище Жане. Вот такая информация. я прошу людей, которым интересные видео, такие, подписываться на канал, потому что потому что у меня даже нет тысячи подписчиков, и все мои видео, как бы, телефон у меня снимает неплохо, а выходит все это в не очень-то качестве хорошем. И нужно больше количества подписчиков, чтобы YouTube видео сохранял в более лучшем качестве. Ну, тот, кто монтировал, выкладывал, но и тот, тот, кто знает, о чем я говорю. вот такая фигня. Хотя бы из-за этого подпишитесь, потому что я планирую дальше заниматься съемкой видео таких вот, про всякие такие места, про природу, про походы, и качество должно быть хорошим, чтобы воспринимать эту природу максимально, так скажем, близко. И дальше планирую купить фотик хороший, полнокадровый, чтобы тоже сделать кадры классные. и дальше улучшать качество видосов. Ну, там посмотрим, конечно, если мне не взбредет в голову все бросить. как бы не пока таких мыслей нету, только хочется больше что-то делать качественнее, лучше. Ну, и в походы ходить тоже хочется. И сейчас я живу в этих местах. Рядом это те места, которые мне очень нравятся, и здесь есть что поснимать. И, кстати, об этих местах не так уж и много знают, насколько здесь классные места, классные они в том, что здесь достаточно много таких рек горных, ручьев, с чистой водой, со всякими ваннами, в которых можно летом купаться, со всякими базами отдыха, которые находятся в горах, в глуши, где никого нет. в Крыму, к примеру, я там прожил двадцать пять лет. Я как бы такой природы и такой природы и такой обстановки, скажем так, аур, я там не встречал. Ну, это кому что. Гига. Гига. Продолжение следует... Я нахожусь в поселке Возрождение. Это парковка. Нахожусь у начала тропы вдоль реки Жанэ, где дольмены, водопады, курганы. Если идти так, то, по-моему, там есть такой пост, где придется платить баблосы. Я думаю, как бы обойти этот пост. Есть тут одна тропа, где-то тут проходит и, по-иде, можно обойти. Я тут уже бывал, но бывал и весной, и весной не было никаких постов. Сейчас 3-4 октября сейчас и, почему-то этот пост есть. туристы присутствуют. В тот раз я быстренько проходил по этой тропе и ничего особо там не снимал. Ну, и на дольмены особо не засматривался. Сегодня я хочу все подробненько посмотреть там дольмены. Нашел какую-то тропу. Возможно, что она меня не приведет к нужной тропе. Так уж получилось, что я поселился не знаю надолго или нет тут рядом в этих краях. Теперь я могу спокойненько тут все исследовать. Пройти по реке Кваку то, что не прошел дойти до водопадов и прочие места. Коих тут немало. Мужика встретил. Грибы собирает. Груздей набрал. Уже почти это ведро. Зонтик один. Грибы уже есть. Ну вот пожалуйста грусть. А это я так понимаю бледная поганка. Такого зеленоватого оттенка шляпка телефон не передает. вон еще одна. В лесу сейчас просто офигенно красиво. вот он еще один братец грусти. Я так думаю, что нужно будет пойти в машину после моего похода и собрать грибов. Ну и вот он. Только с тропы отошел чуть-чуть. И вот тебя кто-то бросил прямо на тропе грибы. Вот так вот я брожу в таких джунглях идут тропе. Здесь ручей течет. Дуб. Дубы. Много дубов растет. Видите, какие листики. Да, классно. тут тихо. Ветра нет. Сейчас такое время, что задувает Норд-Осты такой силой, что едешь на машине и такое ощущение, что нехило сдувает. Здесь тишина. Вот еще вижу грибы. Прямо несколько штук. Вот вот там. Один, два, три. Вот он здоровенный грусть. И вот они еще. в общем-то я на вершине горы 200 метров. Теперь мне стоит спуститься. Здесь я окажусь почти у самых дольменов. То есть я пошел по верху. Там где-то идет эта тропа обычная. Там сначала ярмарка всякие типа живых домиков. и потом уже туда дальше дольмены. Там надо пройти через пост. Как я видел там стоит человек который собирает деньги. Может быть нет. Но я думаю что да. Я не стал особо бегать туда обратно. Да и интересно пройти здесь по верху. Причем я не зря пошел грибов тут дофига. я еще сбегал в машину за пакетиком и на обратном пути хочу насобирать груздей. И сыроежки там есть тоже. Так что сейчас проверим точно. Сейчас мне стоит спуститься и там уже будут дольмены. Тропа вот так выходит туда. Бесплатная тропа. Но такая для здоровья 200 метров набрать тоже нормально. что это за грибы может кто подскажет но они не такие как на телефоне они красные они коричневые светлые немного коричневые какие красноточки да с рожей и ручки а груздей просто тьма смотрите сколько их вон там еще это моя тропа откуда я шел и вот стоп ориентир наверное но если кто без карты будет идти и потом она вот отсюда резко идет сюда это я так понимаю куда мне нужно идти а вот эта тропа идет в тупик судя по карте все правильно я шел тропа привела меня сюда вот они импровизированные какие-то жилища вон поляна большая это долина реки жане какие-то какое-то мероприятие проходит слышно как там люди орут хлопают что-то там происходит Яблоки Такого искусства здесь предостаточно, я все снимать не буду Вот так вот люди живут здесь, полно палаток Видимо сейчас еще проходит фестиваль Забор, тропа на Дальмин Вот там белый этот купол, откуда доносятся голоса Ну и всего тут такого, хватает всякие ярмарки Какой-то костоправ что ли, всякие штуки вон висят Вот и добрался до Дальминов Какой-то камень Вырубился телефон Вот так выглядит составной Дальмин Площадка вымощена плитами Какой-то человек лежит там на верху Как я говорил, все Дальмины направлены на реку И за спиной у меня река Телефон как назло садится Скоро моя съемка закончится Скоро моя съемка закончится Такой же как на мегалитах в Мексике Есть более выраженное Такое проявление на Дальмине в джугле Я так думаю, что эти блоки точно не отсюда Потому что вот она идет фаска соединения с другим блоком А откуда они непонятно Кстати это сороконожка Кстати это сороконожка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А на этих кадрах разрушены дольмен... И здесь есть интересная вещь... На одной из плит... Есть следы пиления... Какого они происхождения, я, конечно, точно не могу сказать... Но... Дело в том, что... Выглядят они будто бы... Это было очень давно... И... Вроде бы это не трещины, потому что они идут под углом... Вот здесь есть угол, и они глубокие, эти трещины... Видно, что... Ну, он пилился... Целенаправленно, будто бы... Дело в том, что эти... Следы эти... Глубина... Вот... Если туда засовываешь... У меня вот был... Канцелярский нож... И... Просунуть туда их невозможно... Они... Будто... Они имеют неровные... Края... Неровную плоскость... И... Непонятно, каким образом они вообще были сделаны... Для меня это загадка, что это... Чем это пилилось... Будто бы какой-то струной... Или чем-то таким, что оставляет... Неровные края... Ну... Канцелярский нож туда не заходит... Что это такое... Мне лично не очень понятно... Но видно, что это... Следы... Как мне кажется... Они природного происхождения... Хотя... Я не буду утверждать... Ну... Я вижу... Такой... Такие следы впервые... Причем... Это вот... Реальная плита... Вот... Справа... Можно видеть фаску... А это... Тот дольмен... Который... Я говорил... Что... У него плита... Как бы... Не совсем туда смотрит... Это отверстие... Оно вот... Находится... В стороне... Не близкой к реке... Будто бы... Что-то его разрушило так... Что... Настолько разлетелись... Эти плиты в стороны... Что они как бы... Поменялись местами... Ну... Возможно... И действительно... Эти дольмены... Вот он один... И там еще один... Они смотрели в другую сторону... Тот дольмен... За который я говорил... Что у него поменены плиты... Местами... И сейчас... Можно будет видеть на фото... А это все... Вот это большой дольмен... И вот его плиты... Разбросаны... В стороны... Сейчас можно будет видеть... Заднюю плиту... С фальш-пробкой... С фальш-отверстием... Она находится... Ближе к реке... То есть... Ее местоположение... Не свойственно... Тому... Которое должно быть... По идее... Здесь должно быть... Плита с отверстием... Ну... Тоже интересная плита... С каким-то выступом... А вот он... Тот дольмен... За который я говорил... Что у него плиты поменены... Вот он... Часть... Это... Будто бы задняя часть... Она вниз... Она ниже... Чем передняя часть... А вот она... Передняя часть... Там... Где должно быть отверстие... И вот эта плита... Она... Будто бы... Не... Не с него... Здесь была... Другая плита... Как мне кажется... И... Рядом с ним... Валяется плита... С отверстием... Именно из того же материала... Вот она... Вот она... Такая же... Или... Вот она... Но это как бы... Отдельный дольмен... Но... Что-то я не нашел... Не нашел... Следов... Того... Что он действительно... Там стоял... Но это... Внутренняя часть... Дольмена... Это... Маленький дольмен... Это... Вот... Курганы... Видно... Это... Просто... Какая-то... Какая-то... Какая-то глыба... Рядом с... Нахождением... Дольмена... И... Вот... Еще... Интересная... Фотки... Это... Кизил... Но форма... Его ягод... Совершенно... Какая-то... Непонятная... Какой-то... Может... Другой сорт... Я не знаю... Первый раз... Такое... В этих краях... В Крыму-то... Еще... Можно найти... А вот... Он имеет... Вот... Такую... Интересную... Ну... Все... Видео... Подошло... К концу... Спасибо, кто досмотрел... До конца...